Настало время решать вопросы самостоятельно. Сегодня представители Совета территорий, названного Вахитовским, провели совместный обход этой самой территории в компании мэра и ряда чиновников. Маршрут прогулки пролегал по участкам, расположенным в 28, 29 и 30 комплексах. Как выяснилось, проблем тут хватает. Делегация начала свой путь Шишкинского бульвара. Несмотря на то, что к приезду мэра эта территория оказалась убрана, по словам местных жителей, чистота и порядок тут – это скорее исключение из правил. К тому же, несколько лет немалая площадь тут огорожена забором. В течение пяти лет стройка продолжается. И вот она, что она из себя представляет, люди не знают до сих пор. Хотели бы, если она заморожена, убрать и сделать территорию отдыха. Существуют в 30 комплексе не менее бесполезные достроенные объекты. Ларьки рядом с домом 3013. Местные жители говорят, что в них давно уже нет никакой необходимости. Мэр пообещал разобраться в ситуации. Чтобы не было, берем и убираем. Нет, в каждом случае можно будет конкретно подходить. Где нет правоостанавливающих документов, сразу надо ставить вопрос 100%, их убрать, ликвидировать. Когда уже есть договор аренды и на законных основаниях и в рамках уважения ничего невозможно делать, то можно садиться за стол переговоров и решать вопрос. Участники обхода предлагали, как можно благоустроить пустующие территории, каковых в 30, 28 и 29 комплексах немало. Эти площади отлично подходят для новых детских площадок, ведь качество старых оставляет желать лучшего и не хватает освещения. Есть проблема и с зелеными насаждениями. Береза лежит, она лежит прямо на трассе уже. Вот представьте, если она упадет не сегодня, а завтра, и сколько будет жертв у нас. В квартире темнота невыносимая. Ну неужели эту рябину несчастную нельзя? Там две ветки вот такие торчат и все. Пока с помощью таких обходов и общением с населением представители Советов территорий собирают информацию. Уже намечен и дальнейший план действий. После этого будет определенная систематизация и отработка направлений непосредственно с представителями тех организаций, которые за них отвечают. Помощь в реализации всех этих задумок готовы оказать и депутаты. В частности, некоторые даже разработали несколько программ по исправлению ситуации на проблемных участках. Артем Смолькин, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.